Привет, я нахожусь в аэропорту Желяна, или же аэропорт Киев. Сейчас я в бизнес-зале, вот я вам немножко его покажу. Кстати, очень прикольный зал, такие зеленые креселка. Вот, в данный момент мы сейчас одни здесь, хотя сейчас вот 10 ровно вечера, но правда один только вылет планируется, сейчас вот как раз в Варшаву, больше никого нет, никаких других самолетов. Да, у меня немного небольшой румянец на щеках, но это не из-за того, что тут жарко, или не из-за того, что я там выпила что-то. У меня, видимо, пошла пищевая аллергия, я, в общем, аллергик со стажем, но вот пищевой аллергии у меня еще не было. Надеюсь, пройдет до завтра, а то будет очень странно выглядеть на фотографиях. Вот, так что ждем нашего самолета, пока что рейс задерживается на час. Ну, визаэр такой визаэр, никогда не знаешь, чего ждать. Ну, у нас есть еда, есть виски с колой, так что будем ждать. Хорошего нам полета! Доброе праздничное утро! Сегодня пятница, в Украине сегодня выходной, ну, а у нас отпуск. Мы вот долетели в Варшаву, ночью уже ничего не снимало, потому что мы прилетели очень поздно, где-то к часу, наверное. Вот мы приехали домой к моей подружке Алене. Смотрите, кто у меня есть, тот такой прикольный. Патрик, скажи привет. Ну, давай, ку-ка-реку. Нет? Ну, ладно. Вообще, он очень разговорчив. Поснимаю его еще чуть позже. Сейчас пойдем гулять по Праге. Господи, почему Прага? По Варшаве. Я здесь еще никогда не была. Очень интересно. Мне кажется, такой город, как маст-визит просто для всех, потому что он рядом находится, и тут, наверное, уже половина людей, проживающих, это люди с Украины. Что, пойдем посмотрим, что здесь интересного. Такой вот вид открывается с балкончика, где снимает квартиру Алена. Нам посоветовали такое заведение, прикольное, это сеть заведений Айоли, и тут есть завтраки с 9 до 12, и заведение, видимо, очень популярное, потому что людей очень много. Можно заказать завтрак за один злотый, и по цене кофе, кофе где-то от 50 до 110 гривен. Очень выгодны. Такие достопримечательности встречаются по дороге в центр. Что-то плохое, что случилось. Это было время, который остановился в тот момент. Это русалка, символ Варшавы, странный символ для города, который не на море, но так уж как есть, это центральная площадь старого города. У нас только что была экскурсия по центру Варшавы, два часа нам ходили, рассказывали про центральную часть, про старый город. Оказывается, старый город был полностью разрушен во время Второй мировой, но вообще полностью, и его полностью реконструировали силами местных жителей самостоятельно. То есть никто не пожалел за это, и вот это все, что здесь находится, это все отстроено вот в 50-е, 60-е, если я внимательно слышала. А сейчас мы идем где-то присесть, потому что очень жарко. Хочется где-то посидеть, отдохнуть. Находились немножко. Пообедали мы вот в ресторанчике, их тут сеть запечек называется. Вареники жареные. Кушали. Прикольное такое блюдо, интересное. Взяли с разными начинками. Вот и с пивом. И теперь так хорошо. И покушали, и выпили. И вообще, короче, идти никуда не хочется. Мы вообще запланировали прогуляться еще чуть-чуть по центру Варшавы. В принципе, город интересный. Довольно красивый и чистый. И знаете, что еще очень интересно, что мы вот уже сегодня во втором заведении, которое нам посоветовала, вот Аленка, и везде, что первом, где мы завтракали, что во втором, где мы обедали, была очередь на вход. И причем я не могу сказать, что это были только туристы. Очень много местных. Сегодня пятница, почему они не работают, непонятно, но очень много местных поляков тоже сидят в таких же местных ресторанах, может, это не совсем туристические места, но тем не менее, чередя присутствует. Интересно. Как думаете, это у них пресс или они толстые? Да поди-билдеры. Какие поди-билдеры? Ну, это все не внушли. Какие поди-билдеры? Такая интересная разнообразная архитектура. Оп, современное здание. Оп, Сталинка. А там уже грозовые тучи. Скоро будет дождь. Мы перекусили в таком прикольном месте, мне кажется, подобное место пытается сделать платформа, когда много кафешек, ресторанов собраны в одном месте. Здесь общий фудкорн, можно заказать еду в любом заведении. Вот. Очень прикольно. Сильно оставлю название. По-моему, Галагашики что-то такое называется. Вот. Мы покушали довольно такой фэлфи-фуд, фалаши. Сфоткать? Ну, давай сфоткаемся потом. А сейчас Алена нас везет по барам, да? Да. 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 Алена нас везет по барам, да? Да. 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 Привет, мы сейчас в аэропорту в Варшаве. Сейчас уже будем лететь в Барселону. В Варшаве нам, кстати, понравилось, потому что я слышала довольно разные отзывы про Варшаву. Но, мне кажется, город такой довольно разнообразный и комфортный для жизни. Может, именно с туристической точки зрения посмотреть. Много там чего не посмотришь, но программа на два дня достаточно, но больше может и нет смысла оставаться здесь. Но если жить, то очень много интересных заведений, мероприятий, что может еще сюда вернемся. Тем более, есть кому в гости приезжать. Вот, но скоро нас ждет Барселона и надеюсь, что солнечная, потому что прогноз погода был такой себе. Но надеемся, что все будет нормально. Так что, увидимся уже в Барселоне. Покажу немного, что есть в бизнес-зале в Варшаве. Может, вы это будете. В принципе, неплохой выбор алкоголя различный. Ну, водичка, кофе, чай. Вот, кстати, впервые вижу, чтобы так много было сладкого. То есть, видите, разные печеньки. Какой-то тортик, куча конфеток. Надо взять с собой конфеток. А то лететь все-таки три часа. Ну, и еда обычная. Там мясо какое-то, там суп, картошка. Салат там. На шутка. Я вот так. Как в тай muffin в доме, немалый. Cuо того, према père.